«Здравствуйте! Это Влад и новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает»!» «Ну что, Семёновна, хорош загорать! Пляши давай! В ресторан нас вызывают!» – сообщил пожилой фельдшер, с которым Вера работала в одной бригаде скорой помощи. «В какой ещё ресторан?» – устала вздохнула она. – Опять в этот, светлый, пропадён пропадом в берег. Хоть бы закрыли скорей, вечно там что-то, не слава богу! «Опять драка?» – беря свой врачебный чемоданчик, спросила Вера. «Да нет! Вроде как боль в животе или что-то такое. Ни пить, ни жрать нормально не умеют. Что по ресторанам тогда ходить?» – ворчал фельдшер. «А может, отравление?» – вздохнула она. «Посмотрим. Толком сказать никто не может. Плохо и всё тут. Свадьбы там у них, видишь ли, один помирать задумал». Сели в машину, поехали. Фельдшер этот, Владимир Матвеевич, всем был хорош в качестве помощника, но вот помолчать совершенно не умел. И выбором тем для болтовни себя не утруждал. «Эх, давно я в ресторане не был. В качестве посетителя, в смысле. Всё больше вот так, по делу. То подерутся там, то пьются. Ты, Семёновна, наверное, почаще такие заведения посещаешь?» «Вот какой-то стати», – удивилась Вера. «Я и сама уже не помню, когда в последний раз». «Ох, молодёжь пошла. Ведь молодая, красивая, одинокая. Неужто никто не приглашает? А вот мне бы сбросить годков двадцать, никуда бы ты от меня не делась. А так вот, приходится разъезжать с тобой только в качестве коллеги». «Ну, тоже неплохо», – сказала Вера, которой вовсе не нравилось напоминание о её одиночестве, потому что одинокая она была не изначально и не по собственному желанию, а после развода. И развода очень тяжёлого, некрасивого. Вспоминать об этом лишний раз совсем не хотелось, но, когда кто-то упоминал об этом, куда деваться? Опять всплывали в памяти тяжёлые дни. Дело в том, что сам по себе развод – ситуация обычная, это можно было бы пережить, если бы всё прошло не настолько отвратительно, как получилось у Веры, и совсем не по её вине. Прожили-то они с Арсением совсем немного, хотя, казалось, женились по любви и жить будут долго и счастливо. Вера уже беременной была, когда узнала об измене. А муж отпираться не стал. Сказал, что да, изменил и хочет развестись, полюбил другую. И совершенно при этом не испытывал ни малейшего угрызения совести. Вера уже знала к тому времени своего мужа и поняла. Скорее всего, нашёл какую-то более выгодную партию. Сейчас, конечно, уже подуспокоилась. Куда деваться? А вот поначалу тяжко было. Настолько, что даже ребёнка потеряла. То есть, врачи сказали, что виной тому не только нервы, но ещё какие-то проблемы по женской части. Но Вера была уверена, что если бы не поступок Арсении, беременность бы она доносила. И ребёнок бы уже родился. А теперь? Теперь, как говорят доктора, надо лечиться. Да и то неизвестно, сможет ли она забеременеть ещё раз. Узнать такую новость в двадцать семь тяжело. За этими неприятными воспоминаниями под болтовнё Владимира Матвеевича доехали-таки до ресторана. «Ну, пойдём, страдальца нашего поглядим», — сказал фельдшер. «Надеюсь, не помер ещё». «Не каркайте, Владимир Матвеевич, не хватало ещё этого», — строго сказала Вера, отбросив все неприятные воспоминания. Теперь она была только врачом, которому необходимо спасти пациента. Но не успела войти в зал, украшенный для свадьбы, как поняла, что воспоминания были совсем не напрасны. Да, здесь шло торжество и праздновали не что иное, как свадьбу её бывшего мужа с его новой любовью, Лидочкой. Арсений узнал бывшую жену, недовольно нахмурился. Видимо, неприятно было видеть её после всего, что их разделило когда-то. А вот Лидочка засияла, как новенький пятак. И без того счастливая, шикарно разряженная была она явно в прекрасном настроении, а тут ещё такое доказательство её безоговорочной победы. Бывшая жена возлюбленного приехала на свадьбу, чтобы выполнять свои обязанности. Арсений особого внимания происшествию не уделял. Попросил проводить доктора к больному, а Лидочка принялась увиваться вокруг Веры Семёновны. «Ой, это просто ужасно. Прямо как у Пушкина или у кого там страшнее, чем смерть на свадьбе», широкой улыбкой говорила она. Хотя до смерти дело не дошло. Этот несчастный вроде бы жив. Арсений, говорил же тебе, надо выбирать людей более вдумчиво. А он, представляете, Верочка? Надо же, даже имя бывшей жены запомнила. Пригласил в качестве, я не знаю, как это назвать, тамада или аниматор, неважно, какого-то продягу. А тот вдруг давай за живот хвататься и в обморок падать. Вот он, здесь мы его уложили в подсобки. Пальчиком указала счастливая невеста. А я побежала. Мне сейчас горько будут кричать. А потом, доктор, присоединяйтесь к нам. Спасибо. Холодно сказала Вера и подошла к пациенту. Этот молодой человек действительно выглядел как бродяга. Одет, мягко говоря, бедно. Хотя нельзя сказать, что был грязным или слишком неряшливым. Что с вами? Спросила Вера. Осмотрев больного, она поняла, что у молодого человека воспалился аппендикс. И, скорее всего, уже довольно давно. Так что даже пустяковая операция может закончиться плохо. Не понимаю, почему вы так долго терпели? Недовольно, сказала она. Давайте быстренько собираемся на госпитализацию. А без этого не обойтись. Может, можно подождать какой-нибудь укол обезболивающий сделать? Я доведу вечеринку до конца, а потом сам приеду. Прекратите, раздраженно сказала врач. Какую вечеринку? Вы что, хотите умереть во время празднования? Нет, конечно. Просто деньги очень нужны. Да и операция, наверное, чего-то стоит. Экстренная операция не такая уж сложная. Ничего она не будет стоить. Через неделю вернетесь домой. Спасибо. Если бы еще дом этот был, ответил молодой человек. И Вера поняла. Она не ошиблась. Парень действительно бездомный. Но хорош же Арсений. И на собственной свадьбе решил сэкономить. Вместо профессионального артиста или тамады пригласил неизвестно кого. Да еще и больного. А ведь женится, судя по всему, на девушке небедной. Неужели перед новыми родственниками не постыдился? По дороге она начала расспрашивать молодого человека, чтобы отвлечь его от боли. Давно у вас это началось? Да, день-два. Думал, пройдет. Может, съел что-нибудь не то, а тут еще заказ этот. Ну, никак не мог отказаться. Все-таки деньги, хоть и небольшие, но предложили. Да уж. Судя по поведению жениха, озолотить он вас явно не собирался. Но стоило рисковать здоровьем. Вот еще бы немножко потерпели, и все могло бы закончиться очень плохо. Так, не шевелитесь. Мне теперь надо вас довезти хотя бы живым. Теперь-то я думаю, что выживу, ответил парень. Знаете, мне трудно куда-то обращаться. Я ведь никакой поликлиники не прикреплен. У меня даже медкарты нет. Да и в больницу возьмут ли, не знаю. Ну уж теперь возьмут. Куда денешься? Успокоила Вера. А перед тем, как вы меня увезли, я же к заказчику даже не обратился. Он ведь мне не заплатил. Не знаю, может, после больницы заплатит? Очень сомневаюсь, пробормотала Вера. А вы что, знакомы с ним? Немного. И не с лучшей стороны уж, простите. Да, мне он тоже показался не лучшим представителем человеческого общества, пробормотал больной. И что, у вас совсем нет денег и документов тоже? – спросила Вера. Жалко ей было этого парня. Конечно, были больницы, которые принимали и таких пациентов, но она на свой страх и риск решила отвезти в свою. К счастью, перечислили зарплату в этот день. И она вполне могла устроить парня к хорошему доктору и в хорошую палату. Что она и объяснила за сомневавшемуся было фельдшеру? Услышав это, молодой бродяга чуть ли не со слезами на глазах начал благодарить Веру. «Я все отдам, честное слово. Как только выпишусь, пойду к этому жениху. Может, все-таки заплатят. Потом другую работу найду». «Хорошо, хорошо. Вы, главное, выздоравливайте, а там видно будет», – ответила Вера, которой просто жаль было этого парня. Явно он никак не был связан с криминалом, просто, видимо, попал в какую-то безвыходную ситуацию. А потому и жил так. Денег нет. Документов, кроме просроченного паспорта, тоже. Скорее всего, и родственников никаких. И что теперь с ним будет? И сможет ли она помочь ему после выписки? Тронул он ее почему-то. Это заметил даже Владимир Матвеевич, но к большому облегчению Веры не стал, вопреки своему обыкновению, никак комментировать. Только покачал головой. То ли укоризненно, то ли сочувственно. Парня, а звали его Павел, сразу взяли в хирургическое отделение на срочную операцию, которая прошла вполне успешно. Вера навещала его несколько раз. Конечно, не для того, чтобы напомнить о долге или о своей доброте, а просто навещала, потому что жалко было одинокого бродягу. Да и интересно стало, каким образом он познакомился с Арсением. А вы что, бывший артист? спросила она. Да нет, что вы. Просто из детства занимался в разных драм-кружках. Я дедомовец. Нас там приобщали к искусству, как могли. Ну вот, немного пою, немного играю на разных инструментах, фокусы разные умею показывать. Но, как понимаете, заказы давать – это тоже дело не дешевое. У меня ни компьютера нет, ничего. Поэтому познакомились, можно сказать, случайно. Объяснял Павел, который уже начал вставать и восстанавливаться после операции. «Я уговариваю врачей выписать меня поскорее. Надо же вам деньги отдать». «Послушайте, прекратите вы об этих деньгах», – отмахнулась Вера. «Как сможете, так и отдадите. Вам нужно вылечиться как следует. Это все-таки полостная операция. Что вы хотите, с незажившим швом по улицам разгуливать? А мне? Потом опять вас подбирать, пытаться куда-то пристроить. И хорошо, если это буду я, а не кто-нибудь другой». «Ну, знаете, чтобы с вами встретиться, я готов болеть сколько угодно», – неловко пошутил молодой человек, даже разозлив этим немного веру. «Нельзя так шутить со здоровьем», – сказала она. «Вы ведь молодой еще, а такие вещи говорите. И не торопите врача с выпиской. Тем более, вам идти-то некуда, как я понимаю». «Да, в том-то и дело. Было бы куда. Я бы не ждал выписки. Так ушел бы». «Не вздумайте. И вот что. После выписки обратитесь ко мне. Я проверю ваш шов, посмотрим, как он заживает». Но, как бы Вера не уговаривала Павла, ушел он все же раньше, чем предполагалось. Узнав об этом, она обратилась к лечащему врачу. «А не рано вы его выписали? Мне что-то не очень нравится его состояние». «Прекрасно понимаю, что рано, но насильно его держать не имею право». Это во-первых. А во-вторых, он не столько настаивал, сколько сам собрался и ушел. Поблагодарил, правда. Парень вроде неплохой. А Паша, выйдя из больницы, первым делом отправился к своему бывшему заказчику, чтобы попросить денег. Ведь все-таки большую часть свадьбы он провел. Ну и, естественно, ничего не получил. Нарвался лишь на скандал. «Денег? Ты с ума сошел», – сказал ему Арсений. «Скажи спасибо, что я на тебя в суд не подал. Ты мне свадьбу испортил, всех гостей распугал. Люди подумали, что я тебя чем-то отравил». «Да чем я мог отравиться, если я и не ел-то с вами? Мне просто плохо стало. С каждым такое может быть». «Но случилось, почему-то именно с тобой. Если болеешь, нечего к людям соваться. И о каких деньгах вообще речь, я не понимаю. Работа не сделана, значит, я тебе ничего не должен». Спорить с ним молодой человек не стал. Махнул рукой и ушел. Вот только куда. Шрам на животе уже не болел, но все-таки слегка подтягивал и сильно чесался. Видимо, заживал. И Павел вспомнил, что даже не договорился в больнице по поводу перевязки. Ни в какую поликлинику он сунуться тоже не мог. Не было прописки. Вера что-то обещала, но она и так много для него сделала. Так что теперь приставать еще и с этим вопросом было просто-напросто стыдно. Но больше-то и обратиться некуда. К тому же, он все-таки должен ей деньги. Отдать пока не может, а значит нужно извиниться. Таким образом, Павел искал повод встретиться с женщиной, которая ему, если честно, очень понравилась. Ему редко встречались на жизненном пути добрые люди. И потому каждого он ценил. «А Веру, кажется, я готов улюбиться. Или уже?» – думал он. Встретил ее возле станции скорой помощи, когда Вера, закончив работу, отправлялась домой. Паша подошел, поздоровался, опять начал говорить о долге, о том, как неудачно он встретился с Арсением, упомянул заодно и о шраме. Правда, сказал, что чувствует себя прекрасно и его ничто не беспокоит. «Это хорошо, конечно, но не будем же мы ждать, когда забеспокоит», – решительно сказала Вера. «Так, на улице я вас смотреть не буду, пойдемте ко мне домой. К себе, как я понимаю, вы меня пригласить не сможете. Вы вообще где живете?» «Да, можно сказать, везде и нигде. Есть такое заведение, типа ночлежки, ну, вроде как общежитие для бездомных, это когда деньги есть, то можно там переночевать, а когда нет, тогда как-нибудь». «Нет, это с ума сойти можно, это двадцать первый век, какой-то как-нибудь, какие-то ночлежки, пойдемте ко мне», – решительно сказала Вера. «А ваша семья как на это отреагирует?» – засомневался молодой человек. «Ох, если бы я переживала из-за реакции своей семьи, я бы, наверное, вас не приглашала», – ответила она. «И с семьей у меня только мама, и не думаю, что она будет против. Она очень добрая». На самом деле, Вера была не очень-то уверена в положительной реакции своей мамы. Зинаида Борисовна, конечно, добрая, сама всю жизнь проработала медсестрой и умела с сочувствием относиться к людям. Но то, что ее дочь, одинокая, молодая, приведет в дом мужчину, которому негде жить… Мама с момента развода Верочки очень мечтала выдать ее замуж. На этот раз удачно, и, естественно, любой мужчина казался ей сейчас потенциальным женихом. Но вот о таком ли женихе она мечтала. А в том, что появившийся в их доме Павел может стать именно возлюбленным Веры, она сомневаться не будет. «Ну, я и объясню, что никакой он не жених, а просто бывший пациент, которому сейчас некуда деваться. Я же не собираюсь с ним жить. У нас есть свободная комната, пусть пока побудет там, а потом…» «Да, нужно как-то разузнать по своим каналам. Может быть, устроить его куда-нибудь на работу с проживанием. Ну, хотя бы с нормальным общежитием», – размышляла Вера. Зинаида Борисовна встретила нежданного гостя приветливо. Может, действительно подумала, что этот приятный молодой человек ухаживает за ее дочкой, а внешне он никаких опасений не вызывал. Но Вера сразу сама сказала маме о том, кто это и зачем пригласила его. И вот это уже хозяйке не понравилось. «Верочка, я все понимаю, но ты представь, если бы я всех пациентов, которые попали в трудную ситуацию, таскала бы домой», – сказала она дочери, когда они вдвоем вышли на кухню. «Я бы не удивилась, мам, зная твой характер. Ты всегда была доброй». «Я и сейчас добрая, но сама подумай. Неизвестно, кто он, откуда. У него же, наверное, документов нет?» «Паспорт у него есть, но это, по-моему, не имеет никакого значения». «Понятно, что не имеет, если у него в паспорте даже прописки нет. Может, он и паспорт этот подделал или украл у кого-нибудь. Вот случится что-то нехорошее, что тогда? Мы же заявить ничего не сможем». «Ну, ты уже ужас всякий выдумываешь. Никуда не нужно будет заявлять. Думаешь, я не разбираюсь в людях?» «Очень на это надеюсь, потому что рассчитываю в первую очередь на твое благоразумие», – сказала Зинаида Борисовна. Разговор этот происходил на кухне, где они готовили ужин. Но Павел, конечно же, понял, что хозяйка недовольна тем, что дочь привела его в дом. Оставшись наедине с Верой, он сказал. «Мне бы не хотелось, чтобы у вас с мамой возникли какие-то ссоры за меня. Я же вижу, она недовольна, что вы меня пригласили. Может, мне лучше уйти? А может, тебе лучше прекратить болтать глупости? Да, и давай уже будем на «ты», кстати. Ты у меня в гостях, и у мамы тоже. Я же говорил, она добрая». «Я вижу, что добрый, но незнакомый человек, да еще и на ночь остается. Ну, кому это понравится? Уйду сразу, как только скажете. К тому же я не собираюсь сидеть у вас на шее. Пойду искать работу завтра же с утра». «И по поводу работы тоже не спеши. Я так понимаю, ты находишь работу не самую лучшую. Вот говорил, на рынке что-то там грузил. А какое тебе сейчас грузить, когда у тебя живот разрезан?» «Но ведь и кроме погрузки бывают всякие работы», – неуверенно сказал Паша. «Вот, кстати, по этому поводу. Ты с компьютером обращаться умеешь?» «У меня есть. В интернете попробуй поискать что-нибудь, но это потом. А сейчас посиди уже спокойно, хоть немного. Ходить тебе, конечно, не вредно, даже полезно, но не перетруждаться. Ну, можешь ты это понять или нет. Кстати, мама моя тоже медик, и она с этим вполне согласна. Но Вере, естественно, надо было ходить на работу. И она провела с мамой беседу, попросив не быть слишком резкой с их непрошенным квартирантом. «Понимаешь, мам, ему действительно некуда уйти. Я боюсь, ты можешь ему что-нибудь сказать неприятное, и он особо возражать не будет, встанет и уйдет. Ну и где его потом искать? Или ждать, когда его опять поскоро увезут? Ну нельзя же так с человеком. И Вера ушла на работу немного успокоенная. Мама пообещала, что не будет обижать Павла. А он, хоть и стеснялся хозяйки квартиры, но все же решил, что надо вступить с ней в какой-то контакт, чтобы она поняла, что у него нет никаких дурных мыслей. Когда Вера ушла, он вышел на кухню, где Зинаида Борисовна возилась по хозяйству. «Может быть, вам помочь чем-нибудь?» Несмело предложил Паша. «Да уж, какая от вас помощь?» Отмахнулась-то. «Ну, я не знаю. По хозяйству я вообще-то много что могу. Прибрать что-нибудь, вымыть». «Да пока вроде не надо. Садитесь вам, чай выпейте лучше». За чаем Павел, понимая, что необходимо все-таки более детально познакомить Зинаиду Борисовну со своей историей, рассказал ей о жизни в детдоме и о том, какую глупость совершил в ранней юности. Я в детском доме можно считать с самого рождения. Родители не помню. Но, как и все сироты, всегда мечтал о них. Ну, то есть думал, что есть возможность найти и встретиться. Вот прекрасно знал, что толку из этого не получится. Потому что некоторые у нас встречались, и что хорошего. Раз люди от тебя отказались от маленького, взрослый ты, если и понадобишься, то только для того, чтобы им помогать. То есть это люди, скорее всего, или спевшиеся, или еще что-нибудь похуже. И я это прекрасно знал, но хотел найти. Всегда мечтал, что вырасту и найду. Но казалось, что вырасту еще не так скоро. А найти-то хотелось поскорее. И вот не успел школу окончить, как случайно, совершенно случайно узнал о том, что да, родители у меня есть. Фамилию, имя узнал, где живут. И оказалось, что они довольно далеко, но в хорошем месте, возле моря на юге. Ну, можете себе представить, какое-то на меня впечатление произвело. Но придумывал себе разных историй, что меня выкрали, родители обманули, они меня искали и не нашли. А тут я. Являюсь такой весь из себя, уже почти взрослый. Как раз в выпускном классе учился. И учился, надо сказать, неплохо. Если бы окончил, все бы было хорошо, но... Вот узнал про родителей. Осень как раз была. У нас уже холодно, дождливо. И я услышал прогноз погоды, а там рассказывали как раз про те края, в которых эти самые отец с матерью, возможно, живут. А там тепло. Бархатные сезоны и все такое прочее. Думаю, ну чего я здесь сижу. Съезжу, посмотрю, что за родители такие. Уж наверняка примут, не прогонят. Никому ничего не сказал. Сел в поезд и поехал. Как же без документов-то? Без денег. Ну, документ, то есть паспорт, у меня уже был. Кое-какие деньги накоплены тоже, хотя не скажу, что много. Ну, поехал себя в надежде на самое лучшее. Павел задумался, мрачно глядя в окно. Ну и что же, не нашел их или не приняли? Спросила Зинаида Борисовна, сердце которой невольно сжалось от печального тона Павла и этого рассказа. Нашел и даже приняли. То есть только мать нашел. Про отца она и сама не знала, где он находится. А сама жила действительно в собственном домике у моря. Замужем, дети у нее, мои младшие братья и сестра. А я, как оказалось, был, видимо, чем-то вроде пробного варианта, что ли. Она отказываться не стала. Да, говорит, родила и оставила, не до тебя было. Особой радости, правда, тоже не было. Никаких там объятий, поцелуев, приехал и приехал. А дом у нее, считай, такой же ночлежкой был, как курятник какой-то. Куча пристроек, чуланов, дачников пускала. Сад у нее там, огород. Но мне она сразу сказала, что места в самом доме для меня нет. И содержать она меня не будет. Ты возвращайся в свой детдом. Там же квартиру дать должны, деньги какие-то. Вот тогда и возвращайся. Парень-то крепкий вырос, по хозяйству поможешь. А то мой Колька пьет только. Квартиру городскую пока сдавать будешь. Потом он сестре отдашь, как подрастет. Она ведь девка умная, учиться будет. Да, быстро она всем распорядилась. Покачала головой Зинаида Борисовна. И не говорите. Но я-то думал, мама же. Может присмотрится, папа выкнет, поймет, что я сын ей. Ну и прожил у нее какое-то время. А потом посмотрел на это все и понял, что принять-то она меня согласна, но только в качестве батрака. Поселила в пристройке в какой-то без окон, без дверей буквально. То ли летняя кухня, не знаю. Из досок что-то. И сразу в этот же день на огород меня. Это выкопай, то перекопай. А я у нее прямо и спросил, а что, в качестве работника ты меня принять решила? Она и говорит. А на что ты еще годен? Взрослый мужик уже нянчить тебя не надо. Мои вон тоже работают все. Может я и не прав был, но как-то не так я жизнь в семье себе представлял. В общем, побатрачил там немного, да и решил действительно возвращаться. Но не сразу. Ведь там действительно хорошо было. Тепло, море рядом, фрукты, овощи всякие, сколько хочешь и забесплатно. А я как вспомню родной город. Там уже, наверное, дело к снегу. Да и не похвалят меня за такой побег. В общем, пошлялся я там. Хотел был опять к матери сунуться, но тут уж она вызверилась на меня. Такой-сякой, будешь тут шляться. Или живи работой, или катись куда хочешь. Ну и покатился я. Потом и там, конечно, похолодало. Возвращаться надо, а на какие шиши? У этой самой матери просить. Прекрасно понимал, ничего не даст. Да и не особо-то хотелось мне возвращаться к разбитому корыту. Так вот, шлялся, шлялся. А когда наконец вернулся, в детский дом не взяли. Остался без ничего. Можно было, наверное, на что-то рассчитывать, но судиться, рядиться, а это тоже деньги. К тому же, надо знать, куда обращаться. Вот так по собственной дурости стал бомжом. Поэтому, если осудите, прогоните, не обижусь. Сам понимаю, что виноват. И никто не должен из-за меня неудобства терпеть. Да прекрати ты, Паш. Ну, кто тебя гонит? Отвечала растроганная Зинаида Борисовна. Верочка же говорила, что хочет узнать, нельзя ли где работу тебе найти, ну или еще как-то устроить. Может, и узнает. У нее много знакомых. Это я уже на пенсии. Так и действительно не знаю, куда податься. Но, думаю, есть какая-то возможность и таким, как ты, жизнь свою устроить. Остался Павел жить, пока в доме Зинаиды Борисовны. Он прекрасно понимал, что Вера права. Какая ему сейчас работа. Ведь действительно, единственное, что ему могли предложить, это должность грузчика на рынке. Но какой из него грузчик после операции? При этом Павел был вовсе не лентяй и не безрукий. Многое умел делать. В доме Веры безо всяких просьб. Починил сантехнику и кое-что из мебели. То есть, без работы не сидел. Начал искать что-то в интернете. Основом работы на компьютере его научили еще в детском доме, на уроках информатики. Но то было давно. А сейчас в основном приходилось осваивать все самостоятельно. И он понял, что все не так уж и сложно, а интернет дает огромные возможности. Не только по поиску какой-либо работы вне дома. Некоторые люди прекрасно зарабатывают и не вставая из-за компьютера. А ведь это как раз то самое, что мне нужно. Решил он. И стал узнавать, как именно можно заработать хоть немного, чтобы не чувствовать себя нахлебником в чужом доме. Он-то уже прекрасно знал, что даже родственники не будут содержать бесплатно. Павел завел свой блог. Начал рассказывать со своей жизни и о чудо. У него сразу стали набираться подписчики. Его выпуски стали обретать популярность. А Вера, видя такое стремление своего друга и радуясь его успехам, купила недорогой смартфон, чтобы он мог снимать себя. «Ведь ты же и петь можешь, и стихи читать, да и вообще у тебя много талантов», – подбадривала она молодого человека. «Ну, не знаю, много их или мало, но во всяком случае какие-то есть», – отвечал он. И вывел свой канал на новый уровень. Популярность его росла. «Появились и первые доходы, и, как ни странно, немалые». Паша был очень рад этому. И уже не говорил о поиске какой-то другой работы, хотя и несколько переживал по поводу своего занятия. «Я, конечно, понимаю, что могу раздражать и тебя, и твою маму тем, что сижу целыми днями дома», – говорил он порой, но Вера отмахивалась. «Да прекрати, неужели ты не понимаешь, что таким образом зарабатываешь гораздо больше, чем если бы где-то что-то грузил, а в результате заработал бы грыжу, надорвал позвоночник и стал бы просто лежачим. А сейчас у тебя действительно неплохо идут дела. Делаешь то, что нравится людям, и это приносит пользу. А вот, когда я узнаю, что можно сделать с твоими документами, ну, само собой, там штраф придется заплатить за просрочку, но, по крайней мере, у тебя с этим будет полный порядок, и тогда сможешь стать абсолютно самостоятельным». «Ну да, и, наконец, могу освободить вас от своего общества. Мне стыдно, что я у вас живу. Потом постараюсь снять комнату и тогда уж быть действительно самостоятельным». «Но мы ведь останемся друзьями?» – спрашивал Паша. «Надеюсь. Да и не спеши ты уходить в свободное плавание. Ты нам совсем не мешаешь». Веру не очень радовала такая перспектива. Она уже не представляла, что Павел уйдет из их с мамой дома. Хотя никаких объяснений между ними не было, да и близких отношений тоже. Оба не решались ни на что подобное, считая, что пока еще рано. Паша думал, что он еще не встал на ноги, а Вера продолжала переживать из-за неудачи в своем первом браке. Павел, рассказывая подписчикам о своей жизни, упомянул в одном из выпусков о том, как работал на свадьбе у Арсения и был подло обманут. А так как подписчиков у него было уже очень немало, это известие получило широкий резонанс. И вскоре о нем узнал Арсений. Он был возмущен до глубины души. «Ты посмотри, лет до чего додумался этот голодранец», – говорил он жене. «Он меня решил на весь свет ославить. Теперь все бездельники смотрят его паршивые выпуски и считают меня обманщиком». Однако сочувствия он не получил. «И правильно», – отвечал у Лиди. «Жаль, что я не занимаюсь такими вещами, я бы еще и не то выложила». Да, с начала семейной жизни не прошло и года, а брак Лиды и Арсения трещал по всем швам. Девушка, которая так усердно пыталась увезти его из семьи, считая перспективным женихом, убедилась, что на самом деле Арсений – обыкновенный неудачник. «Ты о чем, Лид? Я тебя что-то не пойму», – удивился он. «Еще спрашиваешь?» «Ты мне сел на шею и ножки свесил. Сам не работаешь и не собираешься. Вот ты говоришь – бродяга, голодранец. А он, пожалуйста, смотри, как поднялся. Даже он смог. Между прочим, за такую работу, говорят, очень неплохо платят. А ты как сидел, так и сидишь». «Ну ты что, не понимаешь, что ли? У меня просто проблемы с бизнесом», – пытался оправдаться Арсений. «Естественно, еще бы у тебя не было проблем, если у тебя нет никакого бизнеса. Все твои занятия – это просто вранье. Ты обманывал меня и продолжаешь врать. Я вообще не вижу никакого смысла в таком браке и уже думаю о разводе». Арсения такое заявление сейчас пугало гораздо меньше, чем раньше. Он уже понимал, что ничего хорошего в жизни с Лидой его уже не ждет. Ведь он надеялся на то, что женить бы на этой богатенькой женщине сделает и его обеспеченным человеком. Да, Лидия была владелицей того самого ресторана, в котором они отмечали свадьбу. И он думал, что молодая жена даст ему там хорошую должность, ну, например, управляющего. А со временем, возможно, он сможет стать владельцем. Но когда он намекнул жене на это, та лишь рассмеялась. Тебя? Управляющим? Ты издеваешься? Это верный способ погубить все дело. Ты же в этом ничего не понимаешь. Возможно, сейчас не понимаю, а со временем? С каким временем? Бизнес – это такое дело, что его останавливать ни на минуту нельзя. Хочешь учиться? Начинай. А когда выучишься, я посмотрю, что из этого получится. Но и тогда не мечтай, что я сразу дам тебе какую-то власть. Тебе еще доказать свои способности придется. А пока, Сенечка, я что-то не вижу в тебе никаких потенциалов. Начни пока заниматься хотя бы чем-нибудь. Но Арсений не знал, чем ему начать заниматься. И потому действительно, по большей части, обманывал супругу. Говоря, что у него есть какая-то работа, какие-то доходы, но на самом деле рассчитывал только на нее. Поэтому неудивительно, что Лидия, женщина с характером и деловой хваткой, задумалась о том, что выбор она сделала очень неправильный. И надо бы пока не поздно все менять. Тем более, что большой любви к Арсению у нее никогда и не было. Была влюбленность. Он казался и красивым, умным, перспективным мужчиной. И был женат на вере. И вот именно его семейное положение, которое должно было остановить девушку, привлекло ее. Наверное, даже больше, чем все остальные достоинства, реальные или вымышленные. Главным для нее стало добиться, чтобы Арсений бросил веру. Красивую, интеллигентную, образованную врачиху. Подумаешь, великое дело. Институт она окончила, врачом работает. Да я, если бы захотела, где угодно могла бы учиться. Хоть в Кембридже, хоть в Сорбонне. И внешне она ничем не лучше меня. Ну, фигура там и все такое прочее. А мне вот отец ресторан подарил, между прочим. И я им успешно управляю. Так что судьба все равно на моей стороне. Он должен быть моим. И будет моим. А эта вера, пускай поплачет на здоровье. И решив так, она уже не могла оставить свою затею. Лида знала свои недостатки. Получить образование она действительно могла, но не хотела. Не любила учиться. И не считала это недостатком, а скорее наоборот. Ведь до всего, что необходимо в жизни, доходило практическим путем. Знала она и о том, что особой красотой от природы не блещет. Но это же поправимо. Были бы деньги. А раз у нее все это есть, то кто достоин понравившегося мужчины, как не она? И она его добьется. Вот такой уж была эта Лидочка. И главный ее интерес был не в том, чтобы получить этого мужчину. А в том, чтобы доказать другим женщинам, что она лучше. В случае с Верой это удалось. И даже весьма легко. Настолько легко, что Лида не сразу поняла, что привлекла она Арсения вовсе не своими достоинствами, а лишь деньгами, которых у начинающего врача Веры просто и быть не могло. Но Лидочка приписывала все своим женским чарам. И была вполне довольна, когда Сеня наконец сообщил, что он ушел от жены. До этого она отказывалась принимать его ухаживание. Говоря, что никогда не встречается с женатыми мужчинами. Не верит она им. И сочувствует их женам. Возможно, он в это поверил. И ушел таки от супруги. Лиде было вполне достаточно и этой победы. Хотя Арсений действительно ей тогда нравился. Но она не сразу согласилась стать его женой. Ему пришлось добиваться этого. И это было еще одной победой. Но, как считала Лида, победой не Арсения, а ее самой. Да, она согласилась выйти за него замуж. Но ведь ему же эта женитьба была важнее, чем ей. А уж как он был счастлив, когда она дала согласие. О том, что у нее есть ресторан, девушка попросту забыла. Но даже недолгое время, проведенное с Сеней, убедило ее в том, что совершила она большую глупость, выйдя за него. Да, была счастлива на свадьбе. Счастлива и после, но не настолько, насколько хотелось бы быть счастливой. И одержала победу. А победа, как оказалось, не стоит ничего. Невеликая честь стать женой неудачника и содержать его всю оставшуюся жизнь. Поэтому ее слова о разводе были вовсе не пустой угрозой. Она действительно готова была навсегда уйти от мужа. Арсений же считал, что Лида никогда такого не сделает. Ведь таким образом она нанесет ущерб своей репутации. И в какой-то мере он был прав. А вот сообщать супруге о том, что какой-то бездомный бродяга, которого он пригласил на свадьбу, внезапно добился успехов, да еще и опозорил его на весь свет, было очень серьезной ошибкой. Ну что поделать. Слаб человек. Всегда хочется кому-то пожаловаться, получить утешение. Получил, называется. Сперва Лида даже не особо-то обратила внимание на слова мужа, но потом заинтересовалась. Каким же это образом какой-то несчастный фигляр вдруг стал знаменитостью? Она полезла в интернет, нашла нужный ей канал, посмотрела его и пришла в ярость. То, что этот бродяга добился каких-то успехов, ее мало интересовало. Но вот то, что он каким-то образом связан с Верой, пережить не могла. Об этом она тоже узнала из его публикаций, многие из которых были посвящены бывшей жене Арсения. Эта противная врачиха лишала ее победы. Да, Лида увела у нее мужа, но Вера по этому поводу недолго страдала. Нашла себе другого, гораздо более выгодного кавалера. Неизвестно, поженились они уже ли еще нет. Но это не имело значения. Главное в том, что человек, который живет теперь рядом с Верой, успешен, известен и, наверное, богат, так как дела его явно идут в гору. А Вера теперь не брошенка. Вполне счастливая женщина. Причем все, чему так завидовала Лидия, осталось при ней. Она красива, она врач, у нее образование, ее уважают. А она Лида, если сейчас разведется, то станет сама брошенкой. Попробуй-ка докажи кому-нибудь, что это она сама ушла от мужа. Все будут считать, что это он ее бросил, посчитав недостаточно красивой свою жену. Ну уж нет, подумала Лидия. Если уж я решила разрушить Веркину жизнь, то я это доведу до конца. Да, теперь она решила взяться за Павла. Так как он стал теперь почти знаменитостью, встретить его оказалось не так уж и трудно. Правда, несколько дней ей пришлось из своей машины наблюдать за домом, в котором теперь жил Паша. И вот, наконец, она его подкараулила. Обставив эту встречу, естественно, как совершенно случайную, подбежала к нему с восторженным криком. «Я вас узнала. Это вы ведете блог, где рассказываете о своей жизни?» «Да, я», – улыбнувшись, ответил Павел, уже привыкший к таким встречам. К нему не раз подходили на улицы узнавшие его подписчики. Обрадовавшись тому, что молодой человек не выражает никакого недовольства, а наоборот, вроде не отказывается побеседовать, Лида оживленно защебетала, рассказывая, как она давно является его поклонницей и очень любит ролики. «Вы не поверите. Я буквально только их и смотрю. Вы почаще выпускаете, а то я некоторые уже по три раза пересмотрела, новых потому что не было. И поете так здорово. Я даже удивляюсь, как это вы еще не стали вообще всенародной звездой. Хотя, думаю, у вас хватает почитателей. Я, наверное, вас отвлекаю». «Да нет, что вы. Я сейчас особо не занят. Как раз вышел прогуляться, потому что тяжело целый день сидеть дома и записывать». Павел всматривался в свою собеседницу. Она сперва показалась ему знакомой, но потом решил, что просто похожа на кого-то. А Лида постаралась сделать все, чтобы он не узнал в ней невесту, на свадьбе которой ему стало плохо. Она изменила прическу, цвет волос, да и одета была теперь ни в платье невесты, разумеется. Поняв, что заинтересовавший ее молодой человек никуда не спешит, она шла рядом с ним, болтая о чем попало, и стараясь хоть как-то произвести на него впечатление, но видела, что ничего особо не производит. Из деликатности он не пытается отделаться от нее, продолжает идти рядом, а это уже что-то дозначило. Лида старалась сделать вид, что ничего не знает о его личной жизни. Расспрашивала, все ли правда из того, что он рассказывает в своих роликах, восхищалась его пением. Больше всего она хотела в этот момент встретить Веру. Пусть она увидит, что и этот мужчина готов бросить ее, и опять же ради Лидочки. А Паша вел себя довольно-таки безразлично. Он даже не спрашивал, как ее зовут, чем она занимается. Они прошлись в окрестностях его дома, и он сказал, что собирается закончить прогулку. У него есть дела. Я провожу вас немножко, не каждый день общаюсь с такими известными людьми. Не волнуйтесь, я надолго вас не займу, сказала Лидия, а подходя к дому, разыграла известную сценку. Она притворила, что подвернула ногу, что ей очень больно идти, она практически не может. Заливаясь слезами, повисла на руке у молодого человека. Ох, не представляю, что теперь делать. Наверное, надо такси вызвать. Но только как? Ох, телефон разрядился. Вы не представляете, как мне больно. Ну неужели теперь к врачу? Пойдемте сначала ко мне. У нас в доме много медиков. Думаю, вам окажут необходимую помощь. С явной неохотой предложил Павел. Он помог девушке добраться до квартиры. Вы говорите медиков? У вас, наверное, жена врач? Да, то есть нет. Пока не жена, но любимая. И сейчас ее нет дома. Но ее мама дома, она бывшая медсестра. Объяснил Павел. Вера действительно должна была скоро прийти. А вот Зинаиды Борисовны не было. Видимо, вышла или в магазин, или к соседке. Паша усадил пострадавшую в кресло и сказал ей пока отдыхать. Надеюсь, ничего серьезного. Сейчас Вера придет и посмотрит, что с вами. Может, вызвать такси все-таки? Да нет, давайте подождем. Может, ваша подруга посоветует, в какой трампунт лучше ехать и к какому врачу показаться. А может, и вообще ничего страшного. Ну, сделает перевязку, и я сама домой. А может, покажете пока, как вы делаете свои ролики. Я тоже хочу чем-нибудь таким заняться. На самом деле, она просто хотела потянуть время до возвращения Веры. И ей это удалось. Впрочем, пришла хозяйка довольно быстро. А Придия увидела в кресле рядом с Павлом разутую Лиду. Здравствуйте. Холодно поздоровалась она. Ой, Верочка, ты не ожидала. Не скрывая ей хитство, сказала гости. А меня вот Паша пригласил в гости посидеть немножко. Надеюсь, мы тебе не помешаем. Павел переводил взгляды с одной женщины на другую, не понимая, что происходит. Я вам помешала, видимо, сказала Вера и повернулась, чтобы выйти из комнаты. Да нет, Вер, ты что? Это случайно. Ты посмотри, кстати, Лида ногу подвернула, и мы вот тебя ждали. Торопливо объяснил Паша. Да брось, Павел, что ты оправдываешься. Ну и при чем здесь нога? Просто засиделось у тебя, ничего страшного. Ты не обижайся, Вера, ничего такого не произошло. Вы что говорите? Накинулся на ее Павел. Вера, не слушай. Хватит, Паша. Я действительно не хочу ничего этого слышать, ответила Вера, губы которой стянула обида. Надо же, второй раз в ее жизни вмешивается эта Лида, и опять с той же целью. Разрушить ее только-только зарождающееся счастье. Ох, хорошо, что мы не женаты, и мне должно быть все равно с кем и какие у него отношения, но эта Лида будто знала, что мы несколько дней назад стали наконец близки, словно подкараулила этот момент. Но это и правда, лишь момент. Больше этого не будет. Не хочу его больше видеть. Положительным моментом она посчитала и то, что теперь могла выставить его безо всяких обид, с полным основанием. Ей все-таки удалось добиться того, чтобы Паша восстановил паспорт. Да и денег ему теперь хватило бы на съем квартиры, тем более, если у него есть такая подружка, у которой нет проблем с деньгами. Павел, так и не понявшись, что происходит, проводил Лиду до двери. Но просто так она уходить не собиралась. Ей нужно было закрепить позиции. Она попросила проводить ее до машины. Да я на своей машине, думаю, что везти ее вполне смогу. Не стала она скрывать. Он понимал, что обижает Веру, но все-таки, чтобы поскорее отделаться от Лиды, проводил ее. Ну и что это было за представление? Ты знакома с Верой? Брось, все в порядке. А историю нашего знакомства она тебе сама расскажет, ответила Лида, села в машину и уехала. Когда Паша вернулся, Вера не стала объясняться, а просто показала лежащие на столе документы. Как видишь, все в порядке. Теперь ты спокойно можешь начинать самостоятельную жизнь, как и хотел. Да, я понимаю, зажился у вас. Кажется, тебе не понравилось, что здесь была эта девушка. Но я действительно сказал правду. Я ее не приглашал. Она сказала, что ногу подвернула, вот я и решил. Послушай, Паш, а мне, знаешь, все равно, что она сказала, что ты ответил. Спокойно проговорила Вера, не глядя на него. Я даже поверю, что ты не знаешь, что это и есть жена моего бывшего мужа. Не знаю, что ей понадобилось, но, по-моему, догадываюсь. Она решила разрушить мою жизнь окончательно. Видимо, думала, что мы с тобой пара. Я тоже так думала. Но, видимо, мы ошиблись. Павел пытался объяснить, что его ничего не связывает с Лидой. Он даже не знаком с ней. Но Вера и слышать ничего не хотела. Второй раз переживать из-за той же Лиды она не собиралась. Не утруждай себя, Паша. Я не могу больше слышать твоих оправданий. Не верю тебе. Никому больше никогда не поверю. Пожалуйста, возьми все сейчас, что ты хочешь, и уходи. А потом... Потом видно будет. Может, мы останемся все-таки друзьями, но сейчас я не хочу ни о чем говорить. Уйди, пока мамы нет. Хотя бы ее не расстраивай. Павлу пришлось собраться. Он взял только свои документы. Других вещей у него не было. Да и документам он был не рад. Зачем ему все это? Не хотел он никуда идти, и никто ему был не нужен, кроме Веры. И именно она не хотела знать его. И опять же, винить вроде некого. Виноват только он. Ну зачем было приглашать женщину в дом? Зачем слушать ее вранье? Не представляя, что делать дальше, он стал бродить по улицам безо всякой цели. Через несколько дней случайно встретил Лиду, у которой были теперь другие планы на Павла. Ну что ты унываешь? А, я тебя все испортила. С Верой поссорила. С деланным сочувствием спросила она. Оставь, Лида, я не хочу с тобой разговаривать. Специально ты все подстроила или случайно, не важно. Не хочу больше тебя видеть. Ну и зря. Я вообще-то ни в чем не виновата. Действительно подвернула ногу и совсем не собиралась встречаться с твоей Верой. Ну если уж так вышло, ну что поделать-то? А ты что, с тех пор так и слоняешься без дела по улице? Пойдем, ко мне в ресторан. Поешь там хотя бы. Ты такой бледный, такой худой. Я не хочу есть, отвечал парень. Знаю, что не хочешь, но это нужно. Сейчас не хочешь, потом захочешь. Тебе обязательно нужно что-нибудь перекусить. Она все-таки затащила его в свое заведение. Накормила. И поняв, что никаких отношений с ним все равно не будет, да и в принципе они ей не нужны, сказала. Ну вот что, давай-ка я тебе работу дам. Ну а что, будешь у меня петь в ресторане? Ты же популярностью пользуешься. Люди будут слушать, деньги будешь получать и докажешь этой вере, что и сам чего-то стоишь. А то она думает, что облагодетельство у тебя, жить к себе взяла, а на самом деле... И Паша согласился. Просто от безысходности и поверив в сочувственный тон. Да и так ли она была виновата? Может быть, действительно все произошло случайно, но мало ли такого у него было в жизни. Вот теперь он случайно стал ресторанным певцом, но тоже не худший вариант. Так он думал поначалу, до тех пор, пока не понял, что попал в рабство. Лида решила использовать Пашу и его популярность по полной программе. Под жилье она выделила ему подсобку. Да зачем тебе квартиру искать и ездить туда-сюда? Больше поработаешь, больше заработаешь. И не волнуйся, я ж тебя не обманываю. Все отдам, когда надо будет. А сейчас? Ну что тебе надо? Ешь, пьешь все, что хочешь, живешь здесь и отвлекаться-то ни к чему. Он и не отвлекался. Да и возможности такой не было. Лидия выгоняла его на сцену даже в том случае, если в зале сидел всего один посетитель. Но такое бывало редко. Посещаемость светлого берега значительно возросла. Люди хотели уже не только поесть и провести время, но и послушать известного интернет-певца. Хотя там Павел давно не появлялся. Некогда было выйти в сеть. Все его попытки хоть немного отдохнуть, хозяйка пресекала. Хоть он и пытался сопротивляться. Лид, ты пойми, я так голос сорву и все. Голосовые связки должны отдыхать. Я тебе не Лида, а Лидия Александровна и на вы, пожалуйста. Я здесь не посудомойка работаю. Не забывай про субординацию и про то, для чего ты здесь находишься. Пять устаешь? Ну так не пой. Поиграй на пианино, на гитаре. Да и не обязательно петь во весь голос. Больше душевности. И вообще, хватит уже кривляться. На вот, водочки выпей, она смягчит горло, да и для тонуса полезно. К этому допингу, то есть к алкоголю, Павел прибегал все чаще. Уже не для тонуса, а чтобы забыться и унять тоску. По вере, по нормальной жизни, которой на его долю выпало так мало. Ну а водка делала свое дело. Голос стал пропадать. Павел забывал слова песен, путал мелодии и вместо аплодисментов все чаще получал нарекания. Он и не замечал, что опускается все ниже, но порой слышал от посетителей. Ну вот, пришли тоже, а тут опять этот алкаш хрипит. Не отдохнуть под его забывание, не поесть спокойно. Говорили люди и уходили. Мне кажется, Павлуша так продолжаться не может, в конце концов заявил Элите. Раньше приходили тебя слушать, теперь разбегаются, чтобы не слышать. Я их понимаю. Такое слушать невыносимо. Ладно, я уйду. Я уже сам не могу ни петь, ни играть. Ты мне деньги только отдай за те три месяца, что я у тебя работал. Безразлично, сказал он. А, тебе еще и деньги? Взорвалась Лида. Ты у меня тут жил, ел бесплатно, пил как лошадь, а я тебе еще платить должна. А может, тебе и весь ресторан подарить за твой ударный труд? Паша смотрел на Лидию, а видел свою биологическую мать. Ведь и от нее он слышал точно такие же слова. Но особо размышлять о происходящем не хотелось. В затуманенном мозгу звучало только одно. Все пошло по кругу. Нигде я не нужен. Ну и ладно. Видно мне судьба посланяться по улицам и умереть там же. А с судьбой не поспоришь. Был шанс, да я профукал его. Ладно, Лид, не ори. Нет так нет. Побереги свое горло, иначе как на официантах будешь орать. Устало, сказал он, и вышел из ресторана. И опять, непрекаяно, слонялся по улицам, пытаясь заработать несколько рублей на ночлег. Ну и на выпивку тоже. Так как пристрастился к алкоголю, который все же помогал на некоторое время забыть печальные обстоятельства своей жизни. Однажды услышал, как кто-то кликнул. Паша? Да, это была Вера. Он специально не посещал тот район, чтобы, во-первых, до сих пор любимая женщина не увидела его в столь плачевном состоянии, а во-вторых, слишком больно было ходить по улицам, где когда-то они бродили вдвоем и были счастливы. Но на этот раз Вера увидела его из окна скорой помощи, ехала с очередного вызова и случайно заметила того, кого тоже продолжала любить. Сердце Веры сжалось. Таким несчастным, таким одиноким был Паша. Владимир Матвеевич, это же последний вызов был? Вы поезжайте, а я попозже подъеду, у меня тут разговор есть, знакомого увидела, объяснила она. Да, болтай, конечно, дело молодое. Начало было, как обычно, потронивать фельдшер, но увидев изменившееся лицо коллеги, осекся. Вера выскочила из машины, подошла к Павлу. Привет. Не спрашиваю, как дела, вижу, что плохо. Что случилось, Паш? С болью в голосе спросила она. Ничего, все как всегда, как и должно быть. Один, без дома и без всего. Ничего интересного, словом, ответил он. А ты как? Ты, прости, Вер, но тоже выглядишь не очень. Устала, да? Зря машину отпустила. Нет, не зря, решительно, сказала она. Мне нужно с тобой поговорить, я бы и так тебя нашла. Ну, то есть, постаралась бы, но получилось вот так. У меня важный разговор. Со мной еще можно вести важные разговоры, удивился Паша. Не знаю, но сказать должна. У меня, ну, то есть, у нас с тобой, или все-таки у меня, ребенок будет. Да, я тогда не знала, только недавно поняла. Три месяц срок, то есть, через полгода. Вера, пораженно, сказал Паша. Это правда? Поверить не могу. Он действительно был поражен таким поворотом. Почему-то Пашка никогда не думал, что у него могут быть дети, и вот, то есть, ему было для кого жить. Верочка, так, значит, жизнь продолжается. Значит, шанс у меня еще есть. Пораженно, прошептал он и обнял любимую. Вера уже поняла, что раз такое чудо с ней случилось, вопреки всем прогнозам врачей, ей и с отцом своего ребенка нужно выяснить, наконец, все отношения и прийти к какому-то решению. Они поехали к ней домой, где Паша рассказывал, как он провел эти три месяца в разлуке. Я понял, что жить без тебя не могу, и мне было совершенно все равно, что со мной дальше будет. Я думал, что не нужен тебе, но ведь ребенку я еще нужен, правда? Само собой. И мне тоже. Я скучала. Почувствовав вновь вкус к жизни, ощутив ответственность за своих женщину и ребенка, Павел вернулся к своей работе в интернете. Подписчики, соскучившиеся по его выпускам, поздравляли, радовались и просили новых роликов. Популярность блога вновь рванула вверх. И это стало причиной совершенно неожиданного счастья, на которое Павел уже и не рассчитывал. Он нашел своего родного отца. То есть отец, видный бизнесмен, нашел его. Он увидел в интернете лицо своего погибшего полгода назад сына и понял, что это брат-близнец. Да, как оказалось, родился Паша не один. Их было двое. Мать решила отказаться от обоих. Ей и в дурном сне не приснилась бы судьба матери-одиночки с двумя младенцами. Когда отец узнал об этом, решил забрать детей, но ему отдали только одного. Второго, как ему сказали, кто-то украл. А это же был ты. Кому понадобилось красить тебя, а потом отдавать обратно в приют, я не знаю. Много лет искал и так и не нашел. Может меня обманули и не отдали из каких-то соображений. Теперь уже и не понять. Но я счастлив, что ты у меня есть. А почему мама мне об этом не рассказала? Я же виделся с ней, удивлялся Павел. Да кто же знает. Не та это была женщина, которая о детях думает. Не такой осталось. Не удивлюсь, если узнаю, что она вообще забыла о том, что двойню родила. А брат мой, что с ним случилось, мы ведь так и не познакомились получается. Да, жаль. В ДТП попал. Бабылем и вдруг тебя вижу. Оказалось, что и сын у меня есть, и внук на подходе. Но это были еще не все странности судьбы. Выяснилось, что брат-близнец Павла Андрей погиб в тот самый день, когда самого Пашу спасла Вера. Возможно, умереть было суждено ему или им обоим, но Павел выжил. Он женился на Вере, а через положенный срок, стал счастливым отцом чудесного сына. И все прошлые беды постепенно забывались, ведь теперь у него была счастливая семья. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Для вас всего один клик, но для меня это очень важно. Всего вам доброго!